Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Я, когда первый раз приехал сюда, очень переживал, что мой номер находится между рецепшеном и океаном где-то посредине. И мне приходилось там метров 400 проходить утром. И чем чаще я здесь бывал, тем дальше от моря я селился, понимая, что это правильно, это выгодно, это разумно, рационально. Почему я так говорю? Все, кто поселился возле моря, особенно кто купил недвижимость, есть такие люди, которые купили квартиры прямо на берегу. Вот они радовались, когда купили. Но потом начались проблемы. Океан, это же стихия. Влажность повышенная, шум. Иногда океан штормит, и все в квартире подвергается воздействию. Морская пыль ржавеет, сиреет, шум, влажность повышенная, одежда влажная, особенно когда мало солнца, допустим, да? Ну, в общем, неразумно. Компьютер и тот вырубается. Надо определиться, зачем дом? Если, например, приехать на неделю, и исключительно для того, чтобы накупаться до одури, и назагораться, наваляться на пляже, поиграть там в баскетбол, волейбол и так далее, и загорелыми вернуться домой, то, конечно, в этом есть резон. А если у вас есть мысль о том, что вы хотите здесь основательно жить, хотя бы там пару-тройку месяцев для отдыха, если вы хотите, чтобы ваше имущество сохранялось, если вы хотите, чтобы вы были в покое, без суеты, без пляжного шума, то, конечно, надо выбирать недвижимость или место, где строить, строить или покупать подальше от первой линии. Так разумные люди поступают. Два-три километра для человека, у которого есть дом, машина или какой-то вид транспорта, никаких проблем нет. Вообще, в доме бассейн, в каждом доме бассейн, без бассейна нечего делать. Захотел покупаться, сел на машину, приехал, пришел пешком, приехал на велосипеде, на транспорте, на общественном. Короче говоря, зато ты в тихом, спокойном месте, находишься вдали от моря. Итак, первая ошибка, это море и близость к нему. Второе, люди приезжают сюда, не зная, как они организуют свою жизнь здесь. Некоторые едут, их привлекает романтика, остров, райский уголок, Карибы, ну и все такое прочее. Вот почему пожить. Здесь очень льготные условия для иностранцев, никакого режима, по сути дела, ты можешь приехать, да и жить здесь. И никто из себя не спросит никаких документов. Три месяца пожил, при выезде заплатишь штраф 20 долларов. При въезде заплатишь за карту 10 долларов. Вот и все. Хочешь вид на жительство, тоже несложно. А если не хочешь вид на жительство, живи так, при выезде будешь платить штраф за каждые три месяца по 20 долларов. И никто не будет ни ругать, ни останавливать. Абсолютно льготные условия для жизни. Но другое дело, что здесь делать. Если у тебя нету никакого дела и нету денег, то, конечно, здесь люди, которые сюда приехали, опыт показывает, что они здесь кувыркаются достаточно серьезно. Если у тебя есть бизнес, если ты свой бизнес, скажем, строишь в интернете, если ты не привязан к месту жительства, если ты можешь зарабатывать, не ходя здесь на работу и не нанимаясь, и на каких-то условиях кому-то тут прислуживать, то тогда, конечно, тогда классно. Например, когда у нас дома начинается осенний-зимний период, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, до марта, допустим, до весны. Самое идеальное время работать здесь. Просто гениально. Ты приезжаешь в свой собственный дом, который у тебя есть. И живешь здесь. Интернет хороший, скоростной. Много свободного времени. Пляж, бассейн, машина, транспорт. Вот я через пару дней буду выезжать из отеля и буду брать в аренду автомобиль. Я сначала думал купить там что-то такое. Нет смысла никакого. Значит, вот мы зашли на сайт, много сайтов предлагают в аренду автомобилей. Малолитражка, практически новенькие машинки, малолитражка Chevrolet, типа Авиа, там вот такие, стоят 25, 20, 25, 26 долларов в день. На 10 дней 200 с небольшим долларов. Все. Что случилось с машиной, никаких проблем. Тебе не... Заливай бензин и езди, куда хочешь. Сдал ее, потом и до свидания. Выгодно. Вот я заказал себе Nissan Tida. Коробка автомат. Вот ребята говорят, что у них какой-то парень приезжал, взял такую же машину, а у нее на спидовиде 3 километра. Новая абсолютно. Прекрасная машина для того, чтобы здесь покататься. Куда захотел, туда поехал. Было бы чем заниматься. Было бы что тут делать. Потому что приехать и искать здесь работу, это для дураков. Это для дураков. Поэтому надо строить бизнес в интернете. Надо находить что-то такое, что позволило бы тебе зарабатывать, сидя дома за компьютером. То ли ты сидишь дома у себя в России или в Украине, или где-то там у себя в СНГ, то ли ты работаешь где-то в Америке. Был бы интернет. Климат, питание, общая атмосфера, спокоя, расслабленности, отдыха и здоровья. Хороший интернет, хороший дом. Пусть недорогой, но хороший, надежно, классно. Поработал, заработал денег, отдохнул, накупался. Даже вот я знаю людей, которые приезжают сюда на пару месяцев, чтобы отдохнуть от Москвы, от Питера, там, люди при деньгах. Но они два месяца маются здесь от безделья. Понимаете? У них там бизнес, они тут телефонные переговоры ведут. Ну, сидят в интернете, конечно, там что-то там, команды какие-то дают у себя на бизнесах твоих. Но они оторваны от процесса. Но если же у тебя бизнес в интернете, если ты проводишь конференции в интернете, если ты подписываешь людей в интернете, если ты зарабатываешь, продаваешь что-то в интернете, если ты ведешь свой видеоблог или блог или там сайт в интернете, и это приносит тебе деньги, то все, ты в кайфе, понимаешь? Ты отдыхаешь и работаешь. Лучше я не знаю, что можно придумать. Классно. Классно. Но мозги обязательно надо иметь. Обязательно надо иметь. Мозги глупости совершать нельзя. Надо все изучать, проводить разведку. Вот я теперь понял, почему так разведчики важны. Сначала разведка, потом принятие решений. Тот, кто без разведки все делает, тот делает много ошибок. Я наделал много ошибок. Теперь понимаю, что вообще в жизни. А теперь понимаю, что потому что разведку не проводил в свое время. Итак, разведчики в цене нынче. Вот я как раз и являюсь разведчиком для многих из вас. Ждите разведывателя информации.